Продолжаем изучение функциональных особенностей ЛИСПа. Теперь рассмотрим такую важную тему. Она называется замыкание. Сначала я хотел бы вам напомнить кое-что о плохой функции setQ, которая позволяет присваивать явно, присваивать значение перемен. В таком императивном ключе. Понятно, что плохих и хороших функций не бывает. Плохой и хорошей функции делает ее плохое или хорошее применение. Но вот мы сейчас разберем, как можно применять setQ для разумных целей. Нам до сих пор удавалось обходиться почти во всех случаях без явного присвоения. У нас переменные получали значения либо при вызове функции, как их параметры, либо с помощью конструкции лет. О конструкции лет мы еще поговорим. Она не так проста, как может показаться. Но пока для того, чтобы вы не забывали, я напомню вам, что общий вид конструкции лет вот такой. Здесь список пар имя-значения может иметь любую длину. И в области действия лет задается какое-то некоторое M. Тут не N – это количество переменных, а M – это количество форм в теле лет. Они совсем не обязаны быть одинаковыми. Здесь задается некоторое количество локальных переменных, которые можно употреблять при вычислении форма 1, форма 2, форма M. Формы вычисляются последовательно, и результатом всего лет является значение последней вычисленной формы. Как тут я написал, переменные создаются, которые живут в теле лет. Этот слайд, как и предыдущий слайд, просто продублирован из другой презентации. Это вам напоминание. А что будет, если мы в теле лет определим с помощью дефун одну или более функций? Давайте попробуем это сделать. Вот я создал локальную переменную C. И в области действия этой локальной переменной я определил функцию, я ее назвал next1, у которой нет параметров. На месте параметров этой функции стоит nil. Тут можно поставить пару круглых скобок, но я люблю nil, потому что скобок в лиспе без этого хватает. Ну, а тело функции – это вычисление с побочным эффектом. Результат этого вычисления есть текущее значение C плюс 1, и одновременно это же значение записывается в переменную C. Вот переменная C выделена красным. Она не входит в список параметров функции next1. Такие переменные называются свободными. Вот она свободна относительно функции next1. Если мы введем этот код, он нормально обработается, и поскольку в теле лет выполняется определение функции, то имя этой функции вернет ядро лиспа, цикл репл. Если мы эту функцию вызовем, а параметров у этой функции нет, поэтому вызывать ее надо без параметров, мы получаем единицу. При следующем вызове мы получаем двойку и так далее. Мы можем ее хоть сто раз вызвать, и будем каждый раз получать следующее целое число. Мы с вами построили простейший генератор. Объект – это функциональный объект, который возвращает при каждом вызове очередной член некоторой последовательности чисел. Ну или вообще объектов. Генератор может возвращать не только числа, он может возвращать и списки, он может возвращать и функции, в принципе он может возвращать что угодно. Интересно другое. Если мы на этом же верхнем уровне запросим значение переменной c, то мы налетим на ошибку, нам ядро лиспа скажет, а я не знаю, что такое c, это не переменная. Ну как же ты не знаешь, когда мы только что ее определили? Так та c локальна, она видимо только в функции next1, а мы запрашиваем глобальную c, которая видимо во всех функциях. Такой переменной у нас нет. Поэтому возникает ошибка. Вот еще один эксперимент. Мы создаем второй генератор, точно такой же. И они могут работать параллельно, они друг другу совершенно не мешают, но это уже нас не удивляет, потому что разные лет, разные переменные, ну и что, что они одинаково называются. А живут они в разной памяти, и поэтому они друг с другом не смешиваются. Смотрите, next2 у нас опять начинает шагать с единицы, а next1 продолжает. Если мы его не удаляли, он по-прежнему будет остановиться на трех, следующий элемент будет четыре и так далее. Что получается? Если в теле лет определяется функция со свободными переменными, то свободные переменные, их значения запоминаются автоматически в тот момент, когда вычисляется диффунт. Эти переменные становятся доступны в теле диффунт, и даже можно модифицировать, как это и происходит в нашем примере. Вот такой функциональный объект, который включает функцию и зафиксированные значения свободных переменных, вот он и называется замыканием. Чем наши два замыкания неудобны? Они шагают только вперед. Если мы хотим начать счет сначала, то у нас такой возможности нет. При каждом запуске число только увеличивается, мы не можем его обнулить. Если мы введем на верхнем уровне в ядро лист по команду setqc равно 0, то опять это не приведет к тому, что мы ожидаем. Просто будет создана глобальная переменная, которая к локальным переменным замыканиям никакого отношения не имеет. Но мы можем поступить по-другому. Мы можем определить наш генератор в версии next3. Когда мы в теле let определяем две функции, обе они имеют доступ к одной и той же переменной. И если вторая функция, которую я назвал reset, сброс, она просто модифицирует эту переменную, присваивает ей 0, то первая функция начнет вести счет с нуля. Теперь у нас получился полноценный, правильный генератор, который генерирует последовательность целых чисел. бесконечную, в общем, последовательность. Мы можем взять ее сколь угодно большой начальный кусок. И вот проверка next3. Первый вызов единица, второй вызов двойка, третий вызов тройка. Теперь сброс. А потом опять сначала. Все работает. В начале этого шага, в начале, вернее, этой лекции, я задавал такой риторический вопрос. А что будет, если лямбда выражения ввести без параметров? Вот теперь можно посмотреть, что будет. Если мы лямбда выражения вводим без параметров, то тоже возникает замыкание. Но поскольку у такого лямбда выражения нет никаких свободных переменных, то замыкание, естественно, получается бесполезным, тривиальным. Список переменных – это вот нил, который стоит в конце списка. Он пуст. Это значит, что свободных переменных в этом замыкании нет. Можно создать замыкание и по-другому. Для этого есть конструкция function. Вот как она работает. На первом месте стоит список, первым атомом которого функциональный, именно на функциональном месте стоит атом function, а потом идет либо имя именованной функции, либо лямбда выражения. Лямбда выражения, которое может содержать свободные переменные. В этом случае тоже порождается замыкание, в котором свободные переменные сохраняются. И как это выглядит. Вот посмотрите. Функция makeAdder. Смотрите, что она делает. Она принимает на вход параметр x. В теле функции установлено замыкание лямбда от y, а в теле этого лямбда выражения мы складываем x и y. Вот x у меня выделен красным. x относительно внутренней лямбды, он свободен, потому что он не входит в список ее параметров. Эту функцию можно применить и присвоить ее результат ну какой-то переменной. Например, вот я использую опять-таки setQ, присваиваю переменной 3 с плюсом вызов makeAdder3. В результате переменная 3 с плюсом получает значение вот такого замыкания, тело которого это сложение параметра с числом x, а x равно 3. Фактически мы получили функцию, которая к своему аргументу прибавляет тройку, какой бы он ни был. Как же пользоваться этой функцией? В common list единственный способ через funcall, чтобы вызвать функцию, которая связана с переменной 3 с плюсом, мы пишем так, funcall 3 с плюсом 6, и в этом случае, естественно, получаем 9, потому что функция 3 с плюсом просто прибавляет к своему аргументу тройку. Это второй способ создания замыканий в лиске. Вот эта запись function и нечто, эту запись можно сократить, ее можно записать вот так. решетка, ну или знак шарп, решетка апостроф нечто, это то же самое, что написать function нечто. Ну, тут все похоже на квотирование. Квота нечто, это просто апостроф нечто, а function нечто, это решетка апостроф нечто. Называется это действие функциональная блокировка. Ну вот, этим можно пользоваться. И таким образом мы пришли к тому, что замыкания позволяют возвращать функциональные объекты из функций, а функционалы позволяют принимать функциональные объекты в функции. Это превращает лист, ну, в общем, в полноценный функциональный язык. В современных языках программирования тоже такие возможности есть, в JavaScript, в Python, все замечательно, но Lisp-то был первым. Вот как это выглядело в Lisp. И выглядит и сейчас. Так что мы вот сейчас стоим на самой вершине функционального программирования. Теперь несколько дополнительных вопросов, которые я хотел бы в этой части рассмотреть перед тем, как мы разойдемся на отдых. Во-первых, связь LED и лямбда. Казалось бы, что между LED и лямбда нет ничего общего. Но это не так. На самом деле LED можно выразить через лямбда. То есть аппарат безымянных функций очень мощный. Он позволяет, в общем, делать чудеса. В частности, конструкция LED, которую я вам дал как готовую, на самом деле ее можно выразить через лямбда. Вот, посмотрите. Простая форма LED, в которой я определил две переменные, x и y. Ну, а в теле LED я просто собрал их в список, их и их сумму. Ну, у меня, естественно, получился правильный результат 111, 222 и 333. Тут все абсолютно понятно. Но вот эту же конструкцию можно в эквивалентной лямбда форме переписать вот так. Это будет то же самое. По сути, две эти конструкции – это одно и то же. В данном случае, смотрите, в теле лямбда мы пишем то же тело, то есть тело функций вообще не меняется, меняется только обвязка. В одном случае мы пишем LED и значение переменных записываем сразу, а в другом случае мы пишем лямбда, записываем список переменных, а значение приписываем им в конце. Вот и вся разница. Разница чисто внешняя. Поэтому, если вы слышали такие слова, то говорят, что LED – это синтаксический сахар над лямбда. Синтаксический сахар – это такая конструкция программирования, которая по сути не нужна, а применяется просто потому, что она легче понятна человеку. Вот. Таким образом, LED – это не что иное, как синтаксический сахар над лямбда. Всем управляет лямбда, безымянная функция. Ну, я не знаю, говорил вам или нет, если говорил, то повторю, что всё это пришло из лямбда исчисления, которое придумал в 30-е годы прошлого века Алонзо Чорч. Придумал он их не для программирования, а для разрешения некоторых парадоксов теории множеств. Эти парадоксы ему разрешить не удалось. И лямбда исчисления, так сказать, было забыто. Ну, это оно, он её опубликовал статью, статья лежала, в журнале была напечатана, журнал стоял в библиотеках, и 20 лет спустя, когда появились компьютеры, когда стала развиваться информатика как теоретическая дисциплина, а программирование как дисциплина прикладная, вот Джон Маккарти первый догадался, что на основе лямбда исчисления можно создать язык программирования. Вот этот язык программирования и есть ЛИСП, а все остальные языки последователи ЛИСПа. Тут, правда, можно было бы возразить, лямбда-конструкции могут быть вложенными, но это не вызывает проблем. Вот на этом слайде показано, как выглядят вложенные леты, им соответствуют вложенные лямбда-конструкции. Вот вам пример вложенные лед-формы совершенно спокойно преобразуются во вложенные лямбда-конструкции. И всё работает по-прежнему правильно. Ещё один интересный вопрос, который я задавал в самом начале. Может ли анонимная функция быть рекурсивной? Казалось бы, не может, потому что, чтобы вызвать функцию, нужно знать её имя, а имени у рекурсивной функции нет. Но не всё так просто. Вот посмотрите сюда. Здесь обычное суммирование списка рекурсивно, как мы делали. Вместо конд я тут использую иф, потому что здесь ровно два условия. Одно, когда истинно, одно, когда ложно. Иф очень уместно использовать. Сумма элементов пустого списка ноль, а сумма элементов не пустого списка это голова плюс сумма хвоста. Проверка убеждает, что всё работает. Теперь смотрите внимательно. И, как говорят фокусники, следите за руками. Давайте попробуем оформить это вычисление с помощью лямбда. Вот я написал лямбда-функцию, у которой два параметра. Первый параметр это наш список. Тело этой функции такое же, как и на предыдущем слайде, за исключением того, что рекурсия осуществляется вызовом функции f. f это параметр, это переменная. Мы не можем написать f от KDR LST, поэтому мы вынуждены использовать функол. Если бы мы это делали в схеме, то нам даже функол бы не понадобился. И на вход мы передаём суммируемый список. Вот обратите внимание, параметр функции, который потом пойдёт в переменную LST, это как раз суммируемый список, который выделен красным. А что ставить на месте второго параметра? Ведь наша лямба требует двух параметров. И вот он, момент истины. А никто не мешает нам просто поставить ту же самую лямбу, аккуратно её переписав. Идентичная копия лямбовыражения. И вот вы будете смеяться, но эта конструкция будет работать правильно. Мы исхитрились вызвать безымянную функцию рекурсивно, присвоив ей, естественно, временное имя. Ну, понятно, что чудес не бывает. Вот подобный приём программирования называется автоаппликация, когда функция применяется сама к себе. Ну, это интересная теоретическая особенность, но в практике она применяется нечасто. Хотя, вот имейте в виду, что в принципе возможно. Поэтому ответ может ли анонимная функция быть рекурсивной, он, в общем, положительный. И последний вопрос в этом шаге это универсальность функции reduce. Я вам говорил об этом, когда мы проходили свёртку списка, что reduce универсальная функция. Что значит универсальная? А значит, что все остальные можно выразить через неё. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Значит, большую часть стандартных действий над списками можно выразить через reduce. По большому счёту кроме reduce нам ничего не надо. Всё остальное мы либо сделаем через reduce, либо выразим через reduce. Вот, например, как выражается mapcard через reduce. Посмотрите внимательно. Я её тут назвал mymapcard, то есть мой mapcard. Список и функциональные действия, которые выполняются на каждом элементе списка. Что мы делаем? На вход reduce на функциональном месте мы даём лямбда-функцию, которая принимает аккумулятор и очередной элемент списка. Что она делает? Она применяет действие f к очередному элементу списка и подцепляет его к аккумулятору. Всё. А начальное значение аккумулятора мы даём nil, чтобы список вначале был пустым. И в результате у нас получится список, который является списком, где к исходному списку LST к каждому его элементу применено действие f. Ну, давайте проверим. Применяем к списку 1, 2, 3, 4 возведение в квадрат. Получаем, в общем, правильный результат, но он не хороший, потому что он у нас развернулся. Что здесь не так? У нас список вывернулся наизнанку. Он должен быть 1, 4, 9, 25, а он у нас 25, 16, 9, 4. Ну, это связано... Это моя ошибка, но я сделал это нарочно, чтобы вы поняли, что в таких случаях, когда мы используем CONS, список всегда будет реверсироваться. К счастью, есть стандартная функция REVERSE в Common Lisp и в Home Lisp тоже, которая список разворачивает. Вот она как раз удобно ее применять как раз в таких случаях, когда у нас по алгоритму список получается перевернутым. И вот это решение уже совершенно правильно. Я просто применил к REDUCE применил еще REVERSE. Ну и вот смотрите, да, тут все хорошо. И таким образом мы MAPCAR выразили через REDUCE. Как можно выразить REMOVE IF через REDUCE? Да точно так же. только мы уже теперь знаем, что список получится реверсированным, поэтому надо применить к нему реверс. Ну смотрите, что мы делаем тут. Когда доходит до вычисления конкретным элементом списка, мы проверяем действие предиката P на элементе X. И если предикат дает истинный результат, то этот X не нужно включать. Мы оставляем аккумулятор таким, каким он был. А если включать нужно, то мы добавляем его к аккумулятору. Добавляем дамы в конец, а потом после реверса он окажется в начале. Ну и по-прежнему начальное значение аккумулятора должно быть пустым, чтобы список получился правильным. запускаем и убеждаемся, что да, MyRemoveIf прекрасно работает не хуже, чем настоящий. Хотя внутри он использует Reduce. Мы таким образом две базовых важных два базовых функционала MapCar и RemoveIf выразили через универсальный Reduce. Ну, мы дошли сегодня наконец до домашнего задания. я даю вам три задачи. Они не особо трудные. Во-первых, напишите сами функцию Ref, которая делает то, что делает стандартная функция Reverse, переставляет элементы списка в обратном порядке. Полезно это сделать один раз самим. Во-вторых, выразите функцию MapCar через MapList. Я намекал, что это возможно. Вот, попробуйте это сделать. Это такое упражнение в функциональном программировании. Ну и создайте генератор чисел Fibonacci, чтобы его можно было сбрасывать, чтобы можно было запускать его сначала. При первом запуске он должен давать один, при втором тоже один, при третьем два, потом три и так далее. Напоминаю вам, что числа Fibonacci это последовательность целых, которая начинается, скажем, с двух единиц, а каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. на этом мы сегодняшнюю лекцию завершаем. Те, кто дослушал до конца, просто молодцы, потому что материал сегодня был непростой. Ну, я надеюсь, что вам все-таки было интересно. Всего хорошего!